Ну, кстати говоря, давайте про Настю Рыбку тогда уже я скажу, два слова. Ну, потому что я чувствую какую-то ответственность. Шуток на эту тему много, конспирологических версий на эту тему много, потому что, ну, и не может не быть конспирологических версий, ведь ровно тот кокаиновый самолет, на котором Патрушев привозил сюда то ли кокаин, то ли муку под видом кокаина, то ли еще что-то, ровно этот же самолет, с этим же Патрушевым внезапно полетел в Бангкок, когда началась там вся эта ситуация с Настей Рыбкой, благодаря инстаграму которой и было выпущено расследование про олигарха Дерипаску и Приходько, который катался с ним на яхте вместе с этой Настей Рыбкой, и сейчас заявлено, что их депортируют, и депортируют Настю Рыбку и этого, Алекса Лесли, ее секс-инструктора, их депортируют в Россию. Шуток много на эту тему, но я без всякого ерничания, я считаю, что, конечно, если их депортируют в Россию, то они находятся в опасности. Вот этот Лесли с Кирой поговорил, у нас есть 36 секунд, они в буквальном смысле едут из одной какой-то там тюрьмы депортационной в другую тюрьму, и журналисты им дали телефоны по скайпу, он сказал несколько слов, давайте послушаем 36 секунд. Вы принимали Интерпол, тайская иммиграция, тайская полиция, огромное количество людей, несколько отрядов, представляете ли? Когда я узнал, что вчера Батрушок приезжал, я вообще охренел, честно говоря. Кто-то из Бангкока прислал руководство вас проверить. То есть это спустило сверху какой-то заказ, по-моему, на самом высоком уровне. Очень серьезные адвокаты в Таиланде не вертся за это дело, говорят, что это заказ, что это ФСБ. Ну, вот как они говорят, это ФСБ, один из адвокатов сказал, это заказ ФСБ, что мы ничего не сможем сделать. Ничего нам, ничего вообще не сообщают, нас просто по тюрьмам возят, и у нас нет никаких здесь неправных. Ну, смотрите, это действительно выглядит очень странно. Можно говорить о том, что Батрушок поехал случайно или не случайно, он поехал кого-то другого вызволять, но слушайте, людей... Секс-инструктора арестовали в Таиланде. Это уже звучит немножко абсурдно. Все-таки Таиланд весьма специфическая страна с вполне легальной проституцией, бесконечными там каким-то секс-барами, секс-шоу и так далее. И вдруг арестовывают этих людей за какой-то там секс-семинар, мало похоже на правду. Дальше их почему-то не выпускают под залог, вернее, они выходят под залог, но их снова задерживают, им аннулируют визы и им объявляют, что их будут депортировать в Россию, хотя рыбка гражданка Белоруссии. И происходит много каких-то удивительных вещей. Их возят, значит, из одного места в другое, но они заявляют о том, что у них там есть какой-то компромат там на Трампа, на Форта, кого угодно. Это все уже во всех мировых новостях. Я видел репортаж по СНН про ним. И даже если они сейчас вот эти заявляют вещи о том, что им известны какие-то вещи американской политики, даже если они это придумывают и сочиняют, скорее всего, они это придумывают и сочиняют, но они делают это во спасение уже просто своей жизни, потому что, ну, примерно понятно, для чего их хотят вывезти в Россию. Их хотят привезти куда-нибудь, я не знаю, в отделении полиции или просто на конспиративную квартиру, подключить к ним провода, а потом, знаете, вот эту телефонную машинку крутить, чтобы их лупить током до тех пор, пока они не запишут видео про то, что, значит, это агент Госдепа Навальный нас подкупил, чтобы мы оболгали Дерипаску и Приходько, или что это все выдумка, не было никакой яхты. Ну, чего-то такого от них, очевидно, ожидает Российская Федерация, поэтому я на самом деле действительно считаю, что они находятся в опасности, они вовсе не какие-то там мои герои, и отношения к ним у меня нет никакого восторженного к ним отношения, но в этом смысле я, конечно, считаю, что Таиланд не должен их выдавать, Российской Федерации никакого здесь справедливого правослудия они, очевидно, не получат, но нужно следить за их судьбой, потому что вообще этот скандал, конечно, он очень важен для понимания того, как устроена власть, и я по-прежнему хочу обратиться ко всем с напоминанием о том, что если вы обсуждаете рыбку, обсуждайте, пожалуйста, Приходько вместе с ней, обсуждайте, пожалуйста, Дерипаску, потому что эта история про чудовищную коррупцию, свидетелем которого стала девушка, работавшая в экскорте, и написавшая свою книжечку, и за то, что она была свидетелем этого всего, вот сейчас ловят, ого, Путин в ВВ пожертвовал нам 10 тысяч, вот он хочет явно в ВВ получить эту книжку с подписью «Мои, а не рыбки». Ну так вот, и наше государство вместо того, чтобы Приходько заниматься, отправляет самолеты для того, чтобы ловить эту несчастную Настю рыбку.